Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat X Mobile. Сегодня мы посмотрим такого персонажа, как Темная Императрица Китана, а в конце откроем с вами пакетча за монетки. Собственно, вот такая вот у меня команда стоит. Давайте прочитаем пассивочку Китаны. Китана порабощает жертву и вставляет сражаться за нее один раз за битву. Жертва не имеет пассивных способностей и снаряжения. Боссы неуязвимы. Первый спецприем у нее наносит слабость, это вихрь. Второй метание веера, он наносит у нас страх. Страх, напомню, если я помню, он меняет персонажа противника активного и рентген у нее накладывает ослепление. Также у нее есть экипировочка, а именно веер с лезвиями, ее родная экипировка, 10 уровня слияния. Давайте прочитаем. 45% вероятности превращения основных атак в неблокируемые. Для Китаны также 25% вероятности отразить спецприем 100% при блокировании. И 25% переноса 50% очков урона в здоровье при выполнении спецприема 1, так что будем хилиться, если будет все очень плохо. Также я добавил себе в команду Китане таких персонажей, как Фредди Крюгер. Давайте посмотрим, что он у нас дает. Меня интересует только вот нижняя строчка. Именно напарники из преисподней получают 10% шансу критического удара при выполнении основных атак. Больше он ни для чего здесь не нужен, мы за него играть, скорее всего, не будем. И также Саб-Зиро Призрак. Он дает у нас, получают, Саб-Зиро и его отряд получают плюс 12% урона от основной атаки за каждого персонажа из преисподней в отряде. То есть каждый получает примерно по 36% дополнительной атаки. Но, и также вы можете в эту команду добавить такого персонажа. Сейчас я его вам покажу. Так, можно мне фильтр на преисподнюю. Вот. Вы можете также добавить в этот ряд такого персонажа, как Призрак Ун Лао. Он, в принципе, всем даст по одному делению силы. Вы также можете добавить в этот отряд, скажем, такого персонажа, как Порождение Ада Скорпион. Но нет, это нет, это слишком такой себе. Давайте лучше что-нибудь... Где-то тут был просто имбовый персонаж, которого стоило бы добавить. Вот, Джакс Брикс Призрак. Его нужно добавлять в этот отряд обязательно, да? То есть... Но я добавил Фредди Крюгера, потому что я просто хочу, чтобы мне было немножко посложнее сражаться, чтобы я не совершал, так сказать, как я обычно люблю делать, много ошибок. И, естественно, тогда я потеряю своего персонажа основного, а именно Темную Императрицу Китану, если против меня используют какой-нибудь мощный спецприем. Так как, вы видите, у Темной Императрицы Китаны достаточно много атаки, но очень мало здоровья. Поэтому будем аккуратнее играть. Ну что ж, давайте потихонечку приступать. Я думаю, у нас все получится. Бой в сети, сложная битва, как всегда. Не вижу смысла играть жесткую битву особо. И у нас первым делом триборги. Ну ладно, хотя бы два, не три триборга. Но они все достаточно хорошо прокачаны, не знаю, получится... Будет, кстати, вот идеальным планом сейчас это своровать триборга с Моукой и истощать потом противников. Вот это будет круто на самом деле. Блин, ну и того триборга тоже можно своровать. Да, если вы воруете персонажа, я тут скоро покажу вам этот прикол, потому что мы 100% убьем кого-нибудь. В общем-то, мы будем играть за этого персонажа, которого мы своруем. Противник, он умрет, у нас он появится. Дополнительный четвертый персонаж. Главное не менять его, иначе он пропадет полностью. Тикс. Пошел обычный комбо-удар. Первый. Давно не играл за Темную Императрицу Китану. Приятно так. Тикс. Давай еще раз. Так, куда ты промазал? Ты что, прикалываешься? Это было близко. Давайте первый спецприем используем. Благо, нет, он, блин, заблокировал. Вот засранец. Он сейчас еще сменится. Эх, а я хотел себе Смоука. Ну, боевка у нее, знаете, не очень такая. Давайте используем ослабляющий удар, потому что сейчас, скорее всего, полетит первый спецприем. Будет очень больно. Да, вот так вот хотя бы не так сильно больно. Истощение плюс на нем еще стоит благодаря Смоуку. Все, это Иван, кстати, имя у нашего соперника. И вот, смотрите, убиваем нашего Триборга. И теперь он за нас играет, поэтому мы можем спокойно так, хоп-хоп. Так, блок ставим, потому что сейчас полетит первый спецприем от Кану. На, получай, короче, минус. Ну и снова используем первый спецприем. Добиваем нашего Слабрата, а именно Смоука. Изи Вин. Вот такой вот персонаж Триборг Сайрекс. Классный персонаж, всем советую. Ладно, шучу. Идем дальше. Китана у нас справилась. Именно вот это ее и прикол. Это очень классная, очень обычная способность. Мне она прикалывает. Блин, там этот был, как его, темный император Люкана. Я даже не поменял персонажей местами. Поэтому сейчас мне могут просто ее вынести, серьезно. Если особенно у противника второй спецприем, точно вынесут. Если первый, еще вряд ли вынесут. Но будет близко к тому, чтобы вынести. Будем надеяться, что у него хотя бы либо первый, либо вообще нету спецприема. Иначе просто у нас проблемки небольшие. Да, первый спецприем будет больно сейчас. Очень больно. Потому что криты, смертельные удары, все дела. Так, мне бы было неплохо своровать Люкана. Так вот, как это сделать? Я пока не знаю. Давайте попробуем сейчас его убить. Надеюсь, что фатальный урон нанесется. Отлично. И играем теперь за Люкана, пока наша китана там хилится, все дела. Накопим сейчас на первый спецприем. И вдарим по Эрону. Первый пошел. Конечно, мало, мало урона наносит. Так, попытаюсь заблокировать спецприем Эрона. Блин, отпустил блок в самую неподходящую секунду. Но повезло, что Эрон хотя бы не 80% набил. Иначе бы давно уже нашего Люкашки не было. Так, сейчас скорее всего опять пойдет первый спецприем, да? Ох, ты выжил! Смотрите, какой броневитый, а! Пожалуйста, не меняйся. Спасибо большое. Добиваем. А, что он не меняйся? У меня же первый спецприем заставляет противника оставаться на месте. Но остается китану День мертвых добить. Вот такой вот у нас персонаж Люка. Как там, темный император, да? То есть, как вы видите, китана сражается только первое время, а потом и играется за персонажей противника. Очень круто выглядит. Следующий бой против стрелка Эрона Блэка, повелителя душ Ермака и скорбной китаны. Все эти три персонажа получат по первому спецприему, поэтому надо быть аккуратнее. Вряд ли, конечно, Эрон первый сможет ударить меня спецприемом, но надо быть на стороже. Если заблокировать спецприем Эрона, то вообще никаких вопросов, как бы. С ним-то справиться будет легче всех остальных. Минус еще в том, что когда вы крадете персонажа, он имеет только первый спецприем, то есть вы не можете использовать второй спецприем. Давайте блок поставим, потому что сейчас пойдет подкат. Слишком предсказуемый Эрон. И у него очень много здоровья, поэтому первым спецприемом мы его точно не добиваем. Блин, вот это тут немножко бесит, вот это тут, когда она проводит обычную комбоатаку и один удар улетает, по сути, в никуда. Мы, кстати, не использовали с вами второй спецприем еще. Давайте посмотрим, как он выглядит. Примерно вот так вот. И сейчас пойдет два веера. Вот, офигенный, кстати, урон. 58 тысяч где-то. О, отлично! Смотрите, как повезло. Ермак сейчас пользует нас на рентген, но, по сути, он использует рентген на своем персонаже. Да, кстати, на персонажах противника, которых вы крадете, не срабатывают таланты, то есть не будет там ни костяного щита, не будет ни бессмертия. Ваш персонаж... Ну, не ваш, а персонаж противника, который теперь под вашим контролем, в любом случае, отлетит от любой тычки практически. Поэтому надо играть аккуратно. Но при этом статистики, допустим, атаку и здоровье он, по сути, копирует. И экс. Так, аккуратно, давайте второй спецприем используем. Блин, она блок успела поставить. Слишком поздно нажал. Но, я надеюсь, я ее добью. Да, я ее добью. Слава богу, никаких талантов. Не сработало. Давайте первый спецприем используем, потому что почему бы нет? Может, даже добьем его? Да, добили. 16 тысяч урона. Нормальная тема. Очередная победа Китаны. Все дела. Такая вот у нее стоечка, как вы уже видели. И у нас остается буквально два боя. Теперь у нас тройка мастеров единоборств, а именно Скорпион Инферно, Великий Мастер Саб-Зиро и Ниндзюцу Скорпион. Я не вижу в этой команде ничего проблематичного. Это, в принципе, стандартные обычные персонажи из пака за 150 душ. Поэтому, ну, такое себе. Если у них, конечно, нету какой-нибудь мега-крутой экипировки, типа Источника Жизни Блейза там в начале, потом какой-нибудь там Молот Гнева, потом там Скорпион выпрыгивает, наносит 500 миллионов урона, там, я забываю блок поставить и все дела. То есть, если звезды сойдутся правильно для него, тогда, возможно, мы и проиграем. И вот. Часть копорочества, так сказать, у нас исполнилась, потому что у Скорпиона есть первый спецприем. Это уже неприятно. Давайте используем свой первый спецприем. Чтобы ослабить ему урон, и, естественно, сейчас заблокировать, и мне... О! Смотрите-ка! На халяву! Здоровье восстановил. Так, ну и теперь с его же Скорпионом будем мочить его отряд. Первый вообще легко вынесли, кстати. Ты чё это, мент? Так. Давайте первый пошел, Колобок, все дела. Первый спецприем. Добиваем Саб-Зиро первый раз. И остается его добить лишь второй раз. Давай-давай-давай-давай. Отожми свой блок. Вот такой вот у нас персонаж Скорпион Инферно. Очень классный, мне очень нравится. Идем дальше. Третий бой. Третий и последний бой у нас против Кенши Серебряного, против Китаны Ассасина, и против спецназа Скорпиона. И так как у нас спецназ Скорпиона... Спецназ Скорпион является одновременно и спецназовцем, и мастером единоборств. Кенши у нас получит бонус и к здоровью, и к атаке. И Ассасин Китана здесь достаточно хорошо прокачена, примерно так же, как наша Темная Императрица Китана. Ну, нужно одно слияние пониже, конечно, но, блин, атаки у нее также дофигища. Притом она будет еще и выскакивать, еще и Скорпион будет всех спасать. Это будет самый сложный бой, это будет самый жесткий бой. Но если мне удастся украсть Скорпиона спецназа, будет очень неплохо. Ну или хотя бы Ассасина Китана. Да и важно, здесь любого, кого не кради, классно будет поиграть за любого, потому что у всех, у трех, достаточно большие показатели атаки. Но при этом, чтобы украсть персонажа, это нужно сначала два раза убить его, либо же убить Скорпиона спецназа. Второй вариант мне как-то больше нравится, чем первый. Поэтому постараемся украсть Скорпиона спецназа. То есть, с Кенши сейчас чисто изобьем обычными атаками и будем копить на второй спецприем. А вот на Скорпиона спецназа уже пойдет у нас второй спецприем. Он, правда, истощит нас, когда сменится. В любом случае. Но от этого не деться никуда. Накопим еще немножко силы. Я думаю, у нас это получится сделать. Главное только сейчас не в блок попасть старым спецприемом, то иначе ничего не получится. Вот, смотрите, отличный, отличный момент. Красти для того, чтобы украсть Скорпиона спецназа. Изи, изи! Замечательно! Так минус Кеншик сразу же идет у нас. Так, кровотечение, неприятная тема. Потому что, скорее всего, нас так вынесут Скорпиона. Такс. Первый пошел. Нет, 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 добивающий не используем. Используем первый спецприем. Так будет лучше и больше дамаги. И добиваем. Изи! Песком добываем. Просто бросили песок в глаза. Смертельный песок в глаза. Ядовитый песок в глаза. Я не знаю, галька какая-нибудь там. Брошенная со скорости 10 километров в секунду. Ну, вот такой вот персонаж у нас. Скорпион спецназа. Очень классный. Самый лучший персонаж золотой. Всем рекомендую его. Да. Ну, в общем-то, вот такая вот у нас Китана. Темная императрица. Очень классный персонаж. Если удается своровать. Естественно, если вы ее будете вот так же, как я, прокачивать на атаку. Вы будете очень быстро выносить вторым спецприемом любого соперника. Если еще молот поставить. Так это вообще будет замечательно. Но мне больше вееры нравятся все-таки. Они хилят. Хилить это очень важно. Ну, на этом, наверное... А, ну, что, что надо заканчивать? Нет, нет. У нас еще паки. Я чуть не забыл совсем. Так что сейчас я перейду в магазин. И будем с вами открывать пакичи. Вот мы в магазинчике, собственно. И что еще хотел сказать по Китане? Да, если вы хотите бафать ее именно на здоровье, и на откилы, и на прочую фигню, то тогда нужно добавлять обязательно Джакса вместо вот моего Фредди Крюгера. Фредди Крюгер, я просто на криты его взял просто по приколу. То есть не надо брать с Фредди Крюгера. Это я только такой. Давайте посмотрим, что у нас есть. Тут наборов за 500 душ до сих пор не добавили. Обидно. Но окей, будем тогда открывать пока за монетки наборы. Первый пошел. Я надеюсь, что мне выпадет хотя бы три карточки снаряжения. Мне было бы средненько, если выпадет три. И вот я уже вижу, она падает. Если пять выпадет, это будет просто вообще замечательно. Вот за те деньги, которые у меня есть. Это кинжалы Саи. Они у меня прокачиваются, кстати, тоже до 10 уровня слияния. И получают 25% увеличения урона врагам с кровотечением и отравлением. Неплохо, нормальная тема. Давай, миленько. И как они теперь выглядят? О, они стали более форменные. Кольцо из кровавика. Но это мусор. Идем дальше. Блин, уже карточка экипировки с самого первого пака выпала, уже поперла, знаете. Это значит, что весь анпакинг, скорее всего, будет классным. Ну, мне так кажется. Так, пока что три повторки. Но это неудивительно, потому что я только что сказал, что весь анпакинг будет хорошим. Сейчас весь анпакинг будет из обычных карт. Идем дальше. Второй пакет. Что у нас здесь? Здесь у нас тоже пусто. Боевое снаряжение. Ну, может и не пусто. Может, там повторки какие-то редких карт. Откуда мы знаем? Нет. Нету повторок. Поэтому пусто. Следующий пакет. Интересно, а как вы думаете, мне выпадет в этом мини-анпакинге молот гнева? Мне кажется, нет. А вы как думаете? 2% сработает ли этот шанс? Опять же, три простые карточки. Ничего необычного. Идем дальше. Следующий набор снаряжения. 300 тысяч уже почти с вами потратили. Опять мусор. Опять мусор. И, скорее всего, опять мусор. Да, опять мусор. Блин, по-моему, такой же пак, какой в прошлый раз выпал. Три раза подряд уже. Одинаковые паки. Так, что у нас здесь? Здесь опять наручи. Да вы издеваетесь. Опять эти наручи. Может, сейчас еще боевой дробовик? Да, да, да. Еще один боевой дробовик. И сейчас еще. Да, целебные дробовики. Идеально. Просто одинаковые паки падают. Я только открываю, как будто ничего не меняется. Одни и те же карты выпадают. Следующий пак. Это у нас пять наручи. Да вы издеваетесь? Серьезно, да? О, перчатки скандалиста. Смотрите-ка, что-то новое падать стало. Еще одни перчатки скандалиста. Нужно, чтобы еще выпали перчатки скандалиста. Можно мне, пожалуйста, еще одни перчатки скандалиста? Потому что мне понравились перчатки скандалиста. Я хотел бы их еще раз выбить. Почему бы нет, как говорится? Снаряжение внешнего мира. Плащи. Не-не-не-не-не-не. Это все фигня. Это все беспонтовые. Опять эти травы. Блин, пока что-то ничего не падает. Вот выпала одна карточка в самом начале и все. Потом 1500 практически ушло в никуда. О, но новые карточки. Медальон туш для Ермака. Замечательно. Это у нас получается какой? Восьмой, девятый уровень получается. Мне кажется, восьмой. Потому что я его не так часто выбивал. Да, это восьмой уровень экипировочки. Не девятый. Потому что медальон туш, как я уже повторю, я выбивал достаточно редко. Ну и пара обычных карт. Открываем следующий пакетч. Ну, давай, давай. Посмотрим, что здесь. Здесь три повторные карточки. Опять же, эти наручи. Которые меня уже немножко начинают подвешивать. Даже амулет. И... Молот гнева. Да, все-таки я был неправ. Я сказал, что он не выпадет, а он выпал все-таки. Он мне постоянно падает. Он реально уже надоел. Это, конечно, 12 тысяч. Это лучше, чем обычная карточка. Но все равно. Броня. Наручи. Я молот гнева. Я прокачал просто из экипировки первым до десятого слияния. Ну, не считая, я имею ввиду других этих, как его называются. Обычной экипировки. Вот именно редкую экипировку, именно молот гнева, у меня прокачался первым. Ну, или нет. Или первым у меня прокачалась маска, которая у меня постоянно выпадала. О! Камень шансуна. Ну, отлично. Новая экипировочка у нас. А для кого она вообще? Она не для кого, она просто, видимо, такая. Она падает отсюда, серьезно. Уменьшает расход силы. Да-да-да, окей, я понял. Я не знал, что он отсюда падает. Серьезно, окей, окей. Я доволен. Просто отсюда обычно падает экипировка на персонажей других, а не простая экипировка, которая бафает всех подряд. Катану получаем. Еще одна карточка экипировки. Это уже третья. Ой, четвертая даже получается. Да, четвертая. Для бараки. Какой? Седьмой, восьмой уровень получается. Ой, восьмой, девятый. Уже девятый. Еще одна такая карточка. И у меня будет прокачка до десятого уровня слияния. Замечательно. Я уже выполнил план нормал. Теперь сделаем план очень хорошо. Если выпадет больше пяти карточек за время всего онпакинга, то это будет еще лучше, чем очень хорошо. Получаем целебные травы. Также получаем еще какие-то мусорные карты, которые у нас уже есть. Именно плащи, маски, все это фигня. Давайте договоримся так. Еще четыре карточки, я буду полностью доволен. Четыре. Как вам такое, а? Не слишком ли многого я прошу еще четыре карточек за десять паков-то, а? Ну, даже больше, чем за десять, за одиннадцать, за двенадцать, где-то так. Следующий набор открываем. Что у нас будет здесь? Мусор плащи. Сюрикены всякие. Это все бесполезно. И опять наручи. Эти наручи мне будут сегодня в кошмарных снах сныться. Потому что я их очень часто вижу. О, новая карточка экипировки. Даже две. Перчатка Фредди. Мне кажется, она будет уже прокачана у нас до девятого уровня слияния. Так же, как и другие. Или до восьмого. Не смотрите-ка только до восьмого. И еще одна карточка экипировки. Это киберброня для нашего Триборга. Вот сейчас должна быть, по сути, до девятого прокачана. В прошлый раз вроде мы ее качали с вами до восьмого. Да, до девятого. Ну и повторная карточка. Это медальон. Значит, уже получается две. Мы уже пять карточек с вами открыли. Если еще одна выпадет, то, по сути, мой план... Ну, нет. У меня уже, конечно, план перевыполнился. Тот, который хороший должен быть. Я вижу там еще одна карточка снаряжения. Замечательно. Но скоро будет амулет шинока. Угу. Ускоряет лечение с тридцати одного до тридцати трех. Ускоряет силы. Да-да-да. Четвертое слияние достаточно низкий пока что. Ну, окей. Еще, кстати, если выпадет сейчас... По-моему, уже четыре выпало. Да, я сказал. Давайте мне еще четыре. Я буду доволен. Уже вроде выпало четыре карточек. Или три. То есть, если еще одна выпадает, то это будет прям вау. Все, давайте последнюю карточку. Мне хотя бы одну еще. Я буду доволен. Опять могла ты гнева. Серьезно? Он два раза уже выпал. С 2%. То есть, карты с вероятностью в 15% падают реже, чем карты с вероятностью в 2%. Что с этой игрой не так? Я не понимаю. Окей. Шляпа ветров. Вот она, кстати, редкая экипировка. Повторная. Первая наша повторная редкая экипировка. Но это не считается. Это не считается, что мне выпало. Типа карточка. Потому что она у меня уже есть. Я имел в виду именно только те, которых у меня еще нету. Но редкие, да. Опять же, три повторные карточки. Ничего интересного. Топор палача. И эликсир души. Ну что ж, у нас остается буквально 440 тысяч. Это буквально пока в 5 получается где-то так. Ну, может чуть больше, может чуть меньше. В зависимости от того, что понападает. Наручи. Окей. Медальон. Окей. Что еще? Давайте одну карточку. Одну карточку и будет все замечательно. Просто офигенно. Еще одну карточку экипировки. Пожалуйста. Ледяные кинжалы хочу. О, киберука. Еще одна повторная карточка. Нет. Не повторную. Мне ту, которой у меня еще нету. Но часто падают, заметьте. Часто падают, достаточно. Хотя, по сути, должны падать из каждого... Седьмого, шестого с половиной пака. Как-то так. А тут почти каждый пак падает. И вот это дополнительная карточка, которую... Да, они падают отсюда! Да, они падают! Я знаю, теперь они падают. Второй уровень сли... Ой, первый уровень слияния для Саб-Зиро. Да, они падают. Теперь мы убедили себя там. Вы прикиньте, есть сегодня ничего. Ну, как-то предсказание. Я сказал, типа, сначала... Ну, три будет неплохо. Пять будет очень хорошо. Потом сказал, ладно, давайте тогда семь падает. И я, типа, согласен. И когда у меня выпало еще семь карточек экипировки уже для моих персонажей, я только сказал, давайте еще одну карточку экипировки. Ледяный кинжал. И мне выпадают ледяные кинжалы. И еще револьверы падают при этом. Офигенно. Для Эрона Блэка. Револьверы, кстати, у меня такого низкого слияния. Кстати, всего пятого. Ну, уже шестого. Но было пятого. Я даже не замечал об этом. Получаем также камни элементов и снаряжение внешнего мира. Хотите, сейчас фокус покажу. Смотрите, короче, сейчас еще одна карточка экипировки выпадет. Причем именно вот из этого пака. Да, именно вот мне только что выпала карточка экипировки. Сейчас еще одна выпадет. Да, конечно, выпадет. Ну, ладно, я имел в виду и следующего, как бы, выпадет. Ну, вы поняли, то есть. Я уже начал говорить, когда, типа, я начал открывать пак. Я должен был сказать до этого. Вот теперь уже точно. Вот именно из этого сейчас выпадет. Вы как бы понимаете, да? То, что только сейчас игра, как бы, поняла, что мне нужно... Нет, она не выпала. Ну, ладно. Ладно. Я не волшебник, окей. Немножечко чехлов. И на этом мы будем заканчивать. Ну, что ж, открыли мы достаточно большое количество паков. И получили, в принципе, меня устраивающее количество карт более чем. То есть, для меня бы устроило даже три. Три карточки экипировки уже неплохо. Потом я бы сказал, пять. Это бы очень хорошо для меня было. Семь для меня. Это просто вау. Но мне выпало аж восемь карточек экипировки. Или даже девять. По-моему, девять. Девять, да. Мне девять выпало. То есть, восьмой у нас была кинжал с Абзиро. И девятой была карточка уже Эрена, Блэка, револьверов. Так что, все было отлично. На этом я буду заканчивать. Большое спасибо, что посмотрели. С вами был Ник. Удачи. До скорых встреч. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok